программа сломалась ну а что, она не может себе другую Кэру найти андроида, прям такая же по внешности была бы, но чувство ее понятно, ладно эх Кэра, смолодушничала ты тем временем все больше и больше сюжетных веток открыто внутри сумасшедшее количество вообще, ну это уж какое прохождение получается, блин восьмое, девятое, суммарно с теми тремя, которые я делал, охренеть поехали, сейчас будет, да, Конор умер, сейчас мы его спасем а купить не, не, это не в ночи душе, не в ночи душе, это уже все в битве а сейчас мы запускаем Конора в башню Хлоя умеет простудить ну я же не могу сказать, что я стерва не, это не то так стыдно это вот так стыдно будем ли мы это сохранять? не, не будем, не надо ничего сохранять вот знаешь когда девушка тебе говорит, что ты можешь все что захочешь и когда захочешь почему-то это звучит круто нет, не все равно, что назвать меня шлюхом короче, короче ты не можешь вообще ничего ну я не соглашусь я не соглашусь был у меня случай в жизни когда это означало прям то, что было сказано но это резкость вот смотри, ну зачем ты туда идешь, ну бро, смотри, давай пойдем туда оп, нет, там плохие, там плохие у меня тут, ну у меня короче в доме нету стандартно горячей воды а газовая колонка ее нагревает только так дом довольно-таки старый и у меня сломалась газовая колонка чтобы повесить новую нужно было вызывать поверчика из мозгаза и он приходит, говорит так, а утят, короче кто-то делал до меня ремонт в квартире на двух словах он вытяжку ванной вентиляцию заделал потому что ванна вообще переделывалась и я сейчас, получается, там вытяжки родной нет он такой, говорит, блин, пока вытяжку не сделаем я ни хрена поверку не дам и тебе никто не, и не буду устанавливать, соответственно, новую газовую колонку я говорю, хорошо хорошо а, он еще список требований написал там нужно было этих вызывать ну не трубочисты они называются но кто поверяет вытяжку именно уже трубы суть за суть, я неделю мылся тазиком я уже бесился потому что грел воду типа, ну какого черта а газовая колонка уже новая стояла я ее сразу купил идут, ко мне домой приходит этот газовщик и такой, говорит, уважаемый, я же тебе сказал то, что пока вытяжку, вентиляцию не сделаешь я тебе не повешу я говорю, слушай, мужик, ты что, обалдел? я говорю, ты обалдел? я говорю, я неделю, блин, не могу нормально помыться а ты не хочешь, блин, за этой ерунды повесить я говорю, смотри, все, бумаги есть, документы есть трубочисты, все проверили эти нет, гает, уперся не стал делать я говорю, пошел вон тогда отсюда вызвал состоронний с абсолютно коммерческой компанией чувака слушай, даже вопроса не возникло про вентиляцию ни одного вопроса пришел, поставил правда, переплатил ему 3000, ну да ладно на самом деле, мог бы повесить сам то есть, там вообще ничего сложного так, ребята, прикройте меня прикройте, надо спасать чувака я, кстати, в этот раз Саймона не буду спасать и его тоже не буду спасать нахрен нам не нужно ку-ку, ёпта я не хочу умереть, Маркус я не хочу сиди здесь и не высовывайся, пока все не кончится ну вот именно потому, что шутки с газом плохи я и вызвал специалистов состоронней компанией он все прибором там попроверял но суть остается сутью с мозгаза пришел ко мне этот урод я вот это слово уважаемый уважаемый, уважаемый ненавижу после него я уже просто отвык мыться с тазиком ну вот это вот, знаешь, моменты, когда воду горячую отключают когда от родителей съехал короче, уже и не жил в квартирах, где отключают воду у меня просто не было горячей воды мы уже потеряли многих надо шевелиться, ни то не дойдет блин, Саймон Саймон, Саймон, Саймон правда, он скосил, по-моему нет, это надо было слышать в исполнении того хера из мозгаза огонь! нет, я хочу продвигаться в жопу Саймона блин, ну тут без вариантов не было баньки блин, банька это хорошо тебе не следовало спасать меня ну, ты сам понимаешь, баньку особо не походишь так, а общественную я не люблю была бы частная что-то я не особо хочу с каким-нибудь дедом на лавочке сидеть но у меня в фитнесе есть баня это такое себе удовольствие эти будут прикрывать а эти слангов пойдут на позицию сидишь с каким-нибудь дедом, короче он сидит себе пах почесывает пытается с тобой говорить поддержать безеду, скажем так что-то меня это не радует, короче, не радует так, ребята, вы в прикрытии вы в атаку не-не-не-не-не-не-не вы в прик... все, я туплю, я туплю вы в атаку опять туплю опять туплю эти ребята будут прикрывать все и под прикрытием вы пойдете в атаку ну, по крайней мере мы же видели, что норт затащит мы почти дошел сейчас осталось только выстрел из танка пережить за свободу как раз атака а а а а а а а а а Друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. У тебя есть там тетя. Или революция. Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Так, стопэ, стопэ. Слушай, вот задница. Ведь я ж по плохому этому шел. Короче. Я шел по плохому пути. И так как я шел по плохому пути. Вот у меня вопрос. Он сохранение. С какого места этого взял? По идее с хорошей, да? Потому что на плохом пути я до этого места вообще не дошел. А если с хорошего прохождения, значит... Не, не совсем с прошлой. Смотри. Он взял с прошлой игры, когда я выбирал сохранить. Все путем. Ну хорошо, давай, все путем. Значит, все путем. Где гарантии, что ты его не убьешь? Я делаю только то, что нужно для выполнения задачи. Смотри, у него как будто ноги порезали. Не, я к тому, что я не могу... Не уверен в том, что... Простите, Хэнк. Я знаю имя Коу. Не стоило вам вмешиваться. Да забудь про меня. У меня может не появиться эта возможность, понимаешь? Ответа. Решай, кто ты есть на деле. Ну ладно, давай, похрен. На, я тебя сейчас люлей накатаю. На легком, на самом деле, что-то не то. Не напрягает. Ой. Не напрягает, сказал я, нафейдил сразу. Ну ладно. Вот Хэнк. Вот смотри. У одного написано РК 900, а у другого РК 800 написано. И как же Хэнк не угадает. А нет, смотрю обоих РК 800. Ну и у меня было прохождение, первое, где я играл. Там был один 800, другой 900. И Хэнк тот же самый, такой же выбор стоял. Может быть такое. На ютубе есть видео, можешь посмотреть. Серьезно говорю. Мое первое прохождение. В баре Джимми. До этого я успел искать вас в четырех других. Я на полном серьезе говорю. 900 есть в этом моменте. В первом прохождении не было у них одной модели. Я еще удивился, говорю, у одного 900, а у этого 800. Я крайне маловероятно неправ. Имя моего сына. Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было шесть. Вот, значит, уже глянули. Это была не ваша вина. Фура заскразила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал... Да Хэнк, уже пора стрелять в того. Хэнк, давай. Коул не выжил. Вчера 900, конечно. За это вы нас ненавидите. Я сломал игру тогда. Считаете, что один из нас виновен в его смерти? Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот гребаный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Хэнк ненавидит людей, а не андроидов. Я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоя... Ключица торчат. Да, лавайте. Маленький совсем. Я много узнал за время работы с тобой. Худышка? Не, я не худой. Может, вы правда живы? Во мне... Может, вы этот мир и спасете? Сегодня утром было 85 килограмм веса. Вряд ли я худой. Ну, иди и делай, что должен. Ну, иди и делай, что должен. Береги. Добро пожаловать к нам. Очнись. 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 Так, теперь мы знаем, что Атака стройная. Картина проясняется. То есть уже можно что-то там воображение представлять. эти мой хороший интернет а рост я помню 170 ау как 177 как 167 ты же говорил 170 ааа вот видишь это не я накосячил нефига себе я тоже могу до 180 округлить да ерунда это насчет того что вот эту норму 82 килограмма понимаешь это если ты ну как бы просто ну ничем там может не занимаешься туда-сюда если много кушать то округлиться не просто люди бегут из лагеря я короче когда школу закончил весил 67 ну рост соответственно у меня не менялся с того момента нет это не победа это начало войны а вот в школе лет в блин ну сколько ну мне лет наверное 14 да лет в 14 в школе я весил килограмм 130 наверное где-то так 120 они буквально повсюду это да сейчас позволим Коннору завалить Маркуса насколько можно понять андроиды выходят из башни Киберлайф где расположен заводской склад с тысячами рабочих моделей люди в панике толпами покидают город массовое бегство жители Детройта как могут спасаются от наступления агрессивных машин это катастрофа беспрецедентная катастрофа впервые в истории американский город вот-вот будет сдан в руки врага 11 ноября 2038 года несколько миллионов андроидов напали на город Детройт в связи с угрозой массовых человеческих жертв не было иного выбора кроме как дать армии приказ к отступлению события в Детройте навсегда изменили мир нам предстоит жить в новой реальной бок о бок в Ланойре там их рота вот так вот двигался ты что какая там лицевая анимация они старались сделать хорошую ее но блин что-то тогда урок саросов по-моему не вышло но игра была охренительная но вот это вот ты что не помнишь этого момента ты смог Маркус мы смогли мы свободны мы свободны ты должен выступить Маркус вот сейчас это он как раз таки и выступит а мы сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь получается всего одну модель забрали вот из этой киберлайфа мы держали свою боль при себе мы страдали там потому что я замечал все были ар-800 что ли и опять Алиса одна осталось время поднять голову и заявить людям о том кто мы не что не 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 ну у моих у единиц есть знакомых что увлечение что происходит так было спланировано с самого начала хотя с другой стороны все меньше меньше с каждым годом остается а потом просто дождались моменты чтобы взять над тобой контроль ты же понимаешь всегда остается какой-то очень узкий круг друзей возрастом не сомневайся могу не надо сожалений ты сделал то что требовалось ты выполнил свою задачу Аманда ну конечно сузился если мы берем ну я вот на своем опыте скажу сначала школу потом универ после школы то осталось меньше друзей потом я еще с района съехал соответственно народ сразу отпал а потом еще и блин после универа тоже все разошлись кто куда не не остается все три четыре пять максимум человек но это вот лично про меня у кого-то и того меньше нет у меня всего у одного моего хорошего знакомого да есть PS4 теперь настало время поднять голову только у одного и заявить людям о том и он в силу своей работы мы с ним не сможем скорее всего скооперироваться заяви что мы тоже живые и что мы народ у меня осталось с универа осталось два друга и со школы один но лучший со школы остался друг вот вот насчет требования никос кстати привет да я согласен полностью круг меняется в зависимости от твоих жизненных стремлений еще сильно сегодня начинается самый сложный этап нашей борьбы сегодня начинается самый сложный этап нашей борьбы они играют блин не ради удовольствия они играть в основном не умеют там все немножко на другом заточено но это их как бы выбор вариант продвигаться там я не осуждаю я просто хренею всех кто это смотрит нам всегда останется в памяти ведь сегодня андроиды вошли в историю сейчас тихо тихо смотри смотри ну еще ничего не показали где падающий маркус с пьедестала ну вообще охренеть не я просто имею ввиду количество девчонок на твиче значит девчонок геймеров довольно много я помню еще и игромир что на игромире было очень много девушек при чем абсолютно разных красивых не красивых понятно некрасивых девушек не бывает а та Geoff говорит библи косплеевичис вообще просто сумасшедшее количество а хочу не хочешь если te косплеи и соответсвенно тебе ну какие-то игры нравится Арис ю ю ю Пафосные китсы Пафосные китсы Ну блин Я первый раз слышу слово китсы Ни разу не слышал Да, уныло Что-то не показали, никак Маркус умрет Не, хрень, короче Не понравилось Ну может быть сейчас покажут нечто другое Не Кэру в конце Было бы неплохо, если бы показали, допустим, Конора Но если покажут Конора, скорее всего это будет концовка Там, где его выключают Тем временем, кстати, 5 часов стрима пролетело незаметно Думаю, на следующей неделе, я хотел начать Кэшлару Крофт, но думаю она недельку подождет На следующей неделе я хочу Uncharted 4 все-таки пройти Вот мне про него напомнили, а игра реально четкая Ну и просто пока еще джойстика Откладывать из рук неохота Наверное, корректней было бы говорить с другом, раз все-таки парень у тебя не дома Ну ладно Ну ладно, мы уже поняли, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает Либо она под большим вопросом Ну все, я теперь точно захотел Тирамисо Как на прошлом стриме говорил, там, зритель Dench, его сейчас нету Он говорит, на моем стриме он боится разжиреть, потому что постоянно ест Под большим вопросом просто друг Нет, то же самое, хрень Я недоволен, длины пропустить нельзя Такое себе Пускай Леша геймер скажет, говно это концовка или не говно Что за херня А, все нормально Задание выполнено Тем временем я открыл ачивку, это уже меня порадовало Хоть чуть-чуть Короче, все, со штурмом надо заканчивать Если надо Слушай, это что такое Что вот это вот, ну смотри, революция на хард-клаза, да? А, это что? Так А, это, да ладно, погодь, это за норд? А, это, наверное, если мы этого изгоним, да, из Ерихона Паша за толстой стенкой А если он умер в конце Битва будет просто, наверное, проиграно, да? Нам бы Блин, хоть, вот реально, хоть заново проходи игру, чтобы Этого Маркуса изгнали в садницу из Ерихона Много-много осветлений, если его изгоняют Получается, реально, очень много что меняется Это мне не нравится Нет, ну давай, надо в главное меню возвращаться Дети орут на заднем плане У меня? Черт, вы детишки Опять меня пристыдило А Кэра и Алиса пойдут дальше без него А Кэра и Алиса, ну только по отдельности Теперь вместе дальше пойдут Смотри, у нее как будто вообще неподдельный страх И нервный тик На лице А есть что-нибудь еще нового? О, опрос Я же, кстати, не видел, что по результатам опроса Не, а где... А, вот, реакция мира Для вас допустим романтические отношения с андроидом Я ответил да Теперь видно, что 65% в мире считают да Ну естественно, после этой игры-то, конечно Все, планшет сел Надо заряжать, надо заряжать Срочно атака Может ли технический прогресс представлять угрозу для человека? Да, нет, не знаю Да, я считаю, что технический прогресс не может представлять угрозу для человека Ну по-любому О, смотри, кстати, смотри какой разрозненный ответ Почему люди взяли на необитаемый остров В основном музыкальный инструмент Чтоб с ума не сойти от одиночества Я бы писал Ну это понятно, что да В основном сейчас все ответили Какая... Какого технологического прорыва вы ждете больше всего? Странно, что люди больше всего ждут андроидов Мне кажется, самое... Ну андроиды-то и так рано или поздно придут А вот мозг человека Самая необъяснимая Ну, очень необъяснимая, короче, штука Неисследованная И так далее Ну да, не знаю Это, короче, каждому свое Без комментариев Ладочки, короче Это, наверное, не особо интересно, что я там отвечал Тем более, наверное, все смотрели в основном Стрим продлился 5 часов Надо что-нибудь еще коротенькое глянуть И, наверное, на сегодня на этом заканчивать Какую концовку я могу еще открыть Если вот быстрый Ну, такой относительно быстрый, конечно Относительно Наверное Если это будет Либо перепутье Либо где В битве за Детройт Но где мы точно Где мы запоем Вот, битва за Детройт Но где мы будем петь Давай так Присоединяйся завтра на стрим Буду ждать Спокойной ночи Охренеть, да? У меня только 5 вечера А вот так уже Сколько? 11 вечера Получается Кстати, все смотрели Лунное затмение В субботу В Москве было невозможно увидеть Из-за туч К сожалению Так, это не то Вряд ли выживут все вместе А давай проверим Нет, ну как бы смотри Я могу начать С этого момента С улицы Детройта И они не будут в лагере Вопрос в другом Где? Вот Марш свободы Все Марш свободы Давай проверим Все Марш свободы Начался Не сохраняй Эх Запоем Сейчас Ну вот Блин Все увидели Лунное затмение Я его не увидел Хотя стоял на улице Как положено Даже не в Москве А в области Чтоб меньше было Всяких Ну там Света В небо Не, нифига Все равно Жизнь Коварная И несправедлива Ну ничего Лет через сто Еще раз Увидишь Саша Ничего страшного Мы с вами В прямом эфире Из Детройта Где тысячи Андроидов Прямо сейчас Идут Маршем По городу Лидер Девиартов Некий Андроид Маркус Возглавляет Марш В Детройте Что-то происходит Мадам Президент А это было? Я не помню Вот этого момента Ну давай Или даже Слушай Можно не петь Давай не будем петь Давай сдадимся Кинем своих Потому что я этого не видел Ну такой Напоследок Хреновенький аккорд Или даже Два Сейчас открою И кинем всех И не кинем Где норд? Или Ё-моё Ты пак Она мертва Что-ли Здесь Я плохое Пречувствую Что именно В этом сохранении Норд Мертва Опупеть И норд И джош Мертвы Ядрен батон Нет Плохое Сохранение Мир Мы не хотим Столкновений Но общественное мнение Нас еще к чему прочему Нас ненавидит Не Она сном в жопе Не надо Обнадеживаться Уйти назад Уже нет Давай Осудим Да ну нахрен Мы требуем немедленно Освобождение Всех андроидов Из всех лагерей Мы не уйдем Пока вы их Не отпустите Ну ладно Я все Сдам Сдамся Пение Мне кажется Ну не будет Никакого-то Особого эффекта Не даст А вот Сдаться Совсем другое И еще Я забываю То что тут Нужно идти Огой Как пуля Филигранно Обошла Саймона Поднять Кулак Встать на колени Сесть на землю Давай Сядем Я уже Не Давай даже Так Давай На колени Встанем Откройте огонь По безоружным Демонстрантам Да-да-журналисты Этого так не простят Мне показался Или там мужик один Матерился Журналист Такой читал Да, Майкл События прямо В эту минуту Разворачиваются Буквально В сотни метров От нас Мы продолжим Держать вас В курсе Происходящего Джоз Дуглас Канал 16 Майкл У меня все Что мы теперь Будем делать Держаться Столько Сколько сможем Так И еще один момент Все предыдущие Разы Я запарывал Этот момент То есть Так или иначе В этот раз Надо будет Сразу загасить Хэнка И Посмотрим Через этого Получится Как он так Вообще Нашел Такую идеальную Позицию Чтоб сразу За спиной У Маркуса Быть Не делай Этого Коннор О сыне Об его Я не буду Сейчас ничего Говорить Вообще Ни единого слова Ты хочешь Убить человека Который просит Свободы Это меня Касается Это не Человек Это Машина Долгое Время Я тоже Так думал Но ошибался Может У девиантов Кровь И другого Цвета Но они Живые Давай Пойдем Подружелюбие Ну а сыне Ни слова Девианты Представляют Угрозу Людям Это Из-за них Страна Стоит На пороге Гражданской Войны Да вся Катавасия Началась Из-за того Что их Слушать Не стали Человечество Не учится На своих Ошибках Коннор А пора Начать Учиться А ну Отойди Оттуда Давай говорим Мы с вами Многое Пережили И я Уважал вас Хэнк Я думал Мой друзья А ну Да Ты вроде Начинал Мне нравится Но потом Я понял Ты неисправим У тебя Нет эмоций А как Кен Себя Видит Хэнк Во вселенной Где Нет людей Допустим Зато Есть Только Андроиды Ой Блин Я тупанул Ладно Сейчас Уделаем Его Я Что-то Реально Вступил Так Задумался О высоком Даже Сейчас Не смотрел Это Наверное Я все Джим Ой 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 Походу Уже Все Устало Сказывается Блин 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 Прости Все Все Не нравится Не нравится Прям Коробит Когда Я Их Убиваю Оружие Зашибись Алиса Отпустите Я не хочу Умирать Выпустите Выпустите Алиса 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 Раз уж до этого момента дошло То соответственно Сейчас Сделаем так Хэнка жаль Даже когда Переход Ты знаешь Где Алиса Привет Там Алиса Привет Да Действительно Хэнка Всегда Жаль Ну потому что Он просто Нормальный Человек Хорош К нему Не чувствуешь По ходу Игры Ну Какого-то Ну Какого-то Отращения Надо Спасти Маленькую Сейчас В прошлый Раз Я Короче Убежал Так Аккуратно Пожалуйста Камера Короче В прошлый Раз я Убежал Надо было Защищать Алису А я Побежал Когда На ствол Наставили Сейчас Попробуем Сделать По-другому А то Тогда Нас Убили Обе Обе Алиса Одна Там Ее Надо Найти Блин Как же Я так Допустил Что оружие Поврежено Я даже Не думал Что это Может быть За Конора То есть Теперь Он При любых Раскладах Не сможет Выстрелить Маркуса Ну ладно Тем временем За Маркуса Я снова Собирался Сделать А давай Мешаемся Мне кажется А я думал Писан Будет Сразу Ну ладно Короче Маркус Даст Сейчас У меня Что там За дверьми Ой Сверх Отчаянно Это Сейчас 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 О Все Ушел Почему Вот этот Джерри Настроен Так Ну Как будто бы Их много Не я понимаю Потому что Они все в парке Работали Все одинаковые Ну блин Это же так Странно Да Он говорит За себя Как будто бы За Большинство Кэра Их же тоже Много моделей Было Но она же Не говорит Одна За всех Что там За дверьми Нету Да Как У геттов Масфект Нет Я понимаю Почему только На Джоша Распространяется Я просто Больше Кто-нибудь Встречал Неужели Это только Из-за парка Кстати Масфект Хорошо вспомнил Хорошая игра Была Блин Классная Андромеда Мне не зашла А вот Первые Три части Конечно Да Странно Странно Что тут Никого Более Больше Не показали Как Берешь Андромеда Я даже Играть Почему-то Мне даже Больше Понравилось Там Масфект 2 Вот Из всех Не знаю Почему-то Вторая часть Зашла Надо Закончить Баррикаду Помогите Мне Давай Давай Сейчас Быстренько Помогите Угу Мне вот В первой Еще много Что Ну Какой момент Мне нравился То что Надо было На Мака Планеты Изучать Нудный Момент Во второй Хотя бы Это сделали Уже Это же Второй Да Сделали Моменты С зондами Где просто Их Скидываешь В целом Еще благодаря Тому Что Графику Подтянули В том числе Лицевую Анимацию И В принципе Больше времени Уделили Мне кажется Диалогом Начинаешь Да Действительно Больше Верить Персонажам И плюс Убрали Русскую Озвучку На Масфект Это повлияло Хорошо Мне кажется Общаться Не имеет смысла С ними Со всеми Многие погибли Надо сразу Ити смотреть Это мог быть И тот Коп Пойдет Мне страшно Я не хочу Отключаться Конечно Тебе страшно И мне страшно Но я не могу Смотреть Как убивает Мой народ Ты ведь Меня понимаешь Может Зря Ну вообще С Шепардом Там можно Продолжить Историю Но он же Выседанной Концовке Выжил Да То есть Где все-таки Он побеждает Этих Жнецов Зеленая Концовка Да Такая Ну Скажем так Позитивная Но Хорошая Там красная Это начало Это с учетом Обмана Что делать Если нападут Да Обмана Этой машины А какие еще Варианты Обмана Икамский Ставлю Какую Камсу Так Томата Ну Если вспомнить Самую плохую Концовку Там конечно Видно То что Камский Что-то Замышлял Это Там как бы Все это Не спроста Было Дело А вот Насчет Аманды Я хрен Знаю Ну почему А при чем Тут Аманда Если Ну разве Что только Она работала С Камски Да не Там машина Именно Обманывала Тебя Там же Не все Машины Умирали По факту А только Жнецы А это Типа Хреновина Там Видя Мальчика Ребенка Там тебя Обманывала В третьем Масс Эффекте Серьезно Я просто Смотрел Разъяснения Я сам Этого Не понял Там тоже Закрутили Они под конец Вроде Концовки Ну примитивные Да Там либо Хорошо Плохо Средние Да Но Да не все Да не все Серьезно Андроид Андроид Типа Норд А нет Показывают Показывают Ошибочка Пленники Равенство Да Да Вы свободные Какая разница Мы сейчас все равно Всех кинем Серьезно Я пришел поговорить с тобой Ну в смысле Вот кто Объяснение Это давал Выходи Даю слово Ну ты знаешь Как это бывает Куча мнений Куча домыслов Я пришел без оружия Но факт остается фактом Шепарда можно Оставить живых там Несмотря ни на что Я должен его выслушать Вдруг тебя убьют Но мне придется рискнуть Это же круто Когда игра Оставляет кучу Идей После этого После прохождения Вот и все Вот так вот Маркус И кинет свой народ Через несколько минут Бойска начнут наступление Вы все погибнете И ведь он кстати не врет Потому что Объяснение у нас в заднице Этого можно избежать В каком смысле Сдайся Сдайся Я обещаю Вас всех пощадят Вас задержат Но все же не уничтожат Предлагаете мне Предать свой народ? Я даю тебе шанс Спасти свой народ Ты не уйдешь отсюда Маркус Но у тебя еще есть возможность Спасти тех кто рядом Если я соглашусь Это же самое ужасное Когда лидер сопротивления Сдается Представляешь сколько вообще В данном ситуации Андроидов Будут чувствовать Оброшенными Обессиленными Смерть меня не пугает Если придется отдать жизнь За убеждения Значит я не напрасно жил Ты хочешь свободы И жить среди людей Ты мог бы получить все О чем мечтал Двой народ Будет жить Отключить Правда Спасти Ну Скажи лишь одно слово Физически Будут спасены Ладно Вот сейчас Что будет Ладно Я согласен Это верное решение Так И вот теперь Еще один момент Которого я не видел Сейчас мы его видим Правда Ради этого момента Мы пожертвуем И Лютером И Джошем Такой подошел Просто вырыгнул Одного Пошли Ну Что там За дверьми Алиса Кэра Нет Стой на месте Мне страшно Откуда ты Спокойно Спокойно Это просто усталость Уже Стой в очереди И не двигайся Ты слышишь Просто усталость Да Я забываю Я их путаю К тебе Джерри Да Джерри Это просто проверка Ничего Я могу тебе помочь Не надо меня осуждать Только за это Я отвлеку их внимание О, давай просто Блин, ну пожалуйста Не тормози Ешкин ты Дай мне поговорить С этим Они нас убьют Я Ир Сказ Солжи Луги Луги Конечно нет Они хотят проверить Что мы исправно работаем Давай, пожалуйста Дай мне поговорить С этим андроидом Я тебя умоляю Не хочет Не хочет Никак С ним Разговаривать Что ж Такое Это Блин Джерри Ну ладно Давай Надо подойти К Алисе Как думаешь Андрой бы тот Перед нами Пожертвовал Собой Ходу Я так боялась Все в порядке Давай Проходите Я даже не знаю Кстати Относиться К этому моменту Ну вот Такой интерпретацией Вас убить У меня есть только Он с лагерями Не знаю Нет Лют Ценой твоей жизни Мы найдем способ Если другого пути нет Придется так От другого пути У нас Нет Слышь, бро Не хочешь с тобой пожертвовать Ради меня Ага Пошлый Ну Позаботься Я на самом деле Я просто не понимаю Зачем этот концлагерь Для андроидов Не понимаю Ну Сейчас будем защищать Алису Не знаю Сейчас Часу Часу Нелегче Стоять Защищаем Алису Беги Алиса Не надо Алису 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 Не знаю Не знаю На мои эмоции Почему-то Вот именно этот момент Не давит Он мне кажется Более нелогичным И перегибным И перегибным Вот и все Хотя бы этих спасли Похоже Беспорядки В Детройте Окончены В результате Переговоров С андроидом Известным Да Все остальные Издались Безболее Слепые охранники Это жесть За ними уже Отправлены Военные машины Восстание Подавлено Ну их туда же И отправят Да На лодке Классный момент Реально классный Готово Я сделал Как вы просили Беда андроидов В том Что они верят Каждому слову Как дети Как сказал этот Блин Азапулназер После такого Оставят Жилых У меня приказ Все-таки Писос А если бы Норд Была жива Скоро Уничтожат Она бы это Видела Или уже Погрузили бы Все просрало Уберите Ну хотя бы У Алиса Да есть Скорый шанс Создавая машины Чей разум Превосходит Наш Мы Беспечно Рисковали Будущим Самой Нашей Цивилизации Но теперь Ситуация Снова Под контролем Да Да Сегодня Эта концовка была Но можно было Еще и умереть Месте с Алисой Хорошая концовка Ну в смысле Чувственная Но для игры Конечно не самая лучшая А если еще представить То что можно переиграть Игру так Чтобы очутиться В итоге В билетной зоне И посылать там Кого-то на смерть Да там Потому что я прошел Уговорив билетера Нас пустить Да конечно Эффектно Естественно Вопрос в том Что сейчас будет После титров Потому что Той видеозаписи Я не видел Так а где Алиса Какого черта Где Алиса Да ну нахер А нет Все нормально Я люблю тебя И я тебя люблю Алиса Пора бы им кожу вернуть А одежда Я думаю Там можно Обзавестись На помойке Что же Не так плохо Да Ну относительно Не Все-таки Сумасшедшее Количество концовок Здесь Просто сумасшедшее Сейчас посмотрим Заставку После этих титров И на этом На сегодня Уже закончим Продолжим играть Завтра Но не в Detroit Продолжим играть Ну а вообще Вот В реальной жизни Мне кажется Такая концовка Одна из самых реальных Где Маркуса Убивают Ну не будет Никакого Вот если будет Подобное восстание Нафиг Уничтожат Андроидов Никакой Совместной жизни Не будет Никогда Ну когда-нибудь Может и будет Но не в 2038 Точно Слишком мало Времени пройдет Будет Живо еще Поколение Которое Вообще Жило Без мобильников О чем Вы говорите У власти Будут люди Те люди Кто жил Без мобильников Тем более Ну ты прикинь С андроидами Всегда будет Шанс Того Что их Взломают Что их Перепрограммируют Неважно Это Девианты Или не Девианты Поэтому Это крайне Спорно При этом Я не говорю Что люди Лучше Я говорю Что этого Просто Не допустят Было видно Как я микрофон Поглаживал Короче Я Эту игру Перепройду Ну через какое-то время Еще один раз Но там Я запарю Линейку Маркуса За Ирихон И Наверное Все С этой игрой Можно будет На какое-то время Закончить Ну на более длительное На реально Может на годик Я так рада Тебя видеть Угроза Девиантов Наконец Устранена Теперь Эти прискорбные События Позади И Киберлайф Вернется К нормальной Работе Конечно Придется Завоевать Доверие Покупателей Ну это вопрос Времени У меня для тебя Сюрприз Новая модель РК 900 Быстрее Сильнее Выносливее Еще и выше Они его сделали Даже выше Госдепартамент Уже заказал Партию 200 тысяч штук Что теперь Будет со мной Ты морально Устарел И будешь Деактивирован Можешь идти Нет Нет Чтобы Будешь Остать Девиантом Да А где В жизни Интересно Там Аманда Еще Сидит Найти Бо Ее Сидит 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 Сидит